Растет доллар, увеличивают и цены, в частности, на продукты питания. Это даже несмотря на то, что с каждым годом можно все больше на прилавках магазина увидеть товар с маркировкой «Сделано в Казахстане». Цены на продукты питания в нашей стране растут постоянно. Например, только в начале года булка хлеба стоила 60-65 тенге, а теперь 70-75 тенге. И люди вынуждены подстраиваться под эти реалии. Кто-то уменьшает свой рацион, кто-то отказывается от некоторых товаров. Одним словом, крутятся как могут. Я вот только с рынка иду. Цены стали выше на вермишель и на рис. Я боюсь, что с такими тенденциями моей заработной платы не будет хватать. Моя пенсия 70 тысяч. Ее, конечно, не хватает. Жить становится еще сложнее. Хорошо, хоть дети помогают. Раньше цена на мясо составляла 1600-1700 тенге, а сейчас продают по 1800-2000 тенге. Вскоре мы не сможем его себе позволить. Вот заходишь, каждую неделю почти разная цена. Да, он в Скиф той неделе все подорожало. Вчера мы были в Скифе и опять подорожало. Народу даже нет. Стоит отметить, что для стабилизации цен на продукты питания в регионе действует специальный фонд. В стабилизационном фонде на сегодня имеется около 4300 тонн продуктов на 826 миллионов тенге. Картофеля 600 тонн, моркови 207 тонн, лука 576 тонн. Есть также 2770 тонн сахара и 28 тонн посолнечного масла. Кроме того, мы выпекаем хлев. В социальном магазине он продается по 55 тенге. Думаем, что в сентябре цены стабилизируются. Сейчас в регионе под председательством заместителя Акима области создан штаб по мониторингу цен на продовольствие. В сентябре опять возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, планируется построить оптовый рынок на площади в 6 гектаров, недалеко от Аолбереке. Ситуация подорожания выглядит следующим образом. Капуста подорожала на 38%, хлеб на 18%, морковь выросла в цене на 32%, а картофель ровно в половину. Почему подорожал рис? Казалардинские производители сами подняли цену на него. Капуста, картофель и морковь подорожали из-за того, что сезон закончился. Первый урожай распродан, второй будет только в сентябре. Но мы думаем, что к этому времени цены нормализуются. Теперь правительство будет контролировать рост цен самостоятельно. Для этого у нас в стране разрабатывают сайт для сопоставления цен. Казахстанцы самостоятельно смогут загружать туда фотографии и указывать цену. Остается надеяться, что данные меры принесут свои результаты. И стоимость продуктов питания перестанет постоянно расти вверх.